я пишу и и печатая вот эту статью внимание конец вишневым садам то есть там говорят потепление а значит они фактически начали гнить их начали играть эти грибы сапали два события все это на московскую международную конференцию получил неожиданный подарок от семи потомственных агрономов перебочек это важно это такой раритет вы сейчас особенно обращаясь старикам но старики я имею все равно вы старики не по жизни гвардии свои обращаясь посмотрите то чего я раскопал и вам пригодится и вам воевать когда меня не будет получил неожиданный подарок от семи потомственных агрономов перебочеков и села березикова новосибирской области раритетную книгу опального академика лысенко агробиология тираж 5000 экземпляров и как я догадываюсь после всех гонений на лысенко мичуринскую научную школу таких экземпляров на свете осталось не более нескольких единиц недоступных никому кроме мышей я вам потом покажу значит что где оказывались эти книги видели раритет пролежала 60 лет 70 и оказалось на помойке а знаете откуда и выбросили библиотеки чистили читаю дальше надеюсь хорошо было видно эту книгу без обложки и без названия но это мичуринская и так на сенковской у меня тряслись руки когда я ознакомился с уникальной книгой 10 лет назад убедился или 15 что и теоретическая работа и мои наблюдения про подходят друг другу почему я упомянул конференцию и там с высокой трибуны и в периодической печати царят паническое настроение грибковое заболевание добивает вишневой сады и выхода не видно вот что помните куда куда сейчас идем вот еще более иммунно еще более а ведь эти сады символ исконной россии помните чехова после приезда из москвы подготовил статью нужна свежая кровь и разослал неподерскими зданиями но не тут то было после моего критического доклада я стал неугоден и мои мысли и выводы тоже я-то на селе думал что никто этого не заметил включили микрофон и все и свободен нет вот главное из них болезни мои выводы болезни одолевая только ослабевшие или выражающиеся деревья и что ж опубликовал в интернете результат прозвали лысинковца внимание а сейчас дорогие читатели вы поймете надо гордиться этим званием или застрелиться там не ружье стоит сейчас про я помню говорю полмиллиона будет если проголосует не за меня вот возьму ружье застрелюсь я очень самолюбив цитата из агробиологии внимание дарвин пришел к выводу что сорта самоопылителей практике благодаря самоопылению не выдержит длительной культуры они ухудшаются выраждаются а теперь железом которые до всего доходил сам что он рассказывал и как говорил самоопыление этого рождения было было выход был был я назвал пусть один персик будет плодоносить и ломиться от персиков так а вы все равно посадите 2 3 4 другого сорта 3 сорта или того же сорта но на разных подвоях для чего ну подробнее говорится сниму выраждаются так слову сказать гениальному ученого дарвину отношения за последние десятилетия минуты противоположно это что он виноват во всех бедах посевшихся наряду с марсом так а еще есть ссылки на презента мичурина тимирязева но дело в том что это не авторитета слушайте дальше дальше я предлагаю скрестить сибирским родственникам а их кто-нибудь скрещил мне вот это до сих пор и понятно ко мне никто не бросился они как там живут у себя а еще ему не еще ему не еще ему не а садов-то в россии нет посмотрите что такое сад еще раз как он шел в россию начинал конечно самых самых юго у него есть одна особенность где-то когда-то в отличие от черешни которые отводка не дает вот так же как яблони и груша разделились от общего предка абрикос слива разделились каждый почему ненарочно вот вам одно было способность там какая-то там атомизм или там это чему-то он выжил в суровых условиях даже более того прежде чем сгнил у него центральный корень он уже успел дать какой-то боковые корешки раз вот это случилось яблони это случилось слива и вишни том что вишни и вот когда-то вишни их привозили ну допустим украина и россия это для меня одно и то же уж извините господа националисты и те и эти вот значит попала на украину а практически уже в россию сами знаете половину украинских городов тоже вложил вот так вот значит а она пошла это такая геометрическая прогрессия что вишня одна попав в городок там с тысячи дворов я говорю это верит у сам пятер по математике победитель этих школьных олимпиад значит через десять лет не через сто весь город на тысячу дворов будет в этой вишни везде будет расти это такая жуткая вещь геометрической прогрессии так вот одна дала 10 отводков 10 отводков дали 100 100 дала это самое нет не тысячу 10 тысяч поняли и вот получилось все что у них есть недостаток ребята почему про это не пишет причем тут потепление они все родственники у них есть одна особенность они все равно опыляют друг друга почему а у них она не должна поля персик одной вы извините если повторять персик на одной должен совпасть свете во время святения с полным созреванием тычинки на другой а своя тычинка подожди вот она не должна полять она ждет она не готова это так придумано получается что один за домом посадили в тени другой с другого боку дома там солнца больше и все сходится даже один сорт все знают кто у нас главный лекарь помните как я это самая любимая шутка хотите и они все будет несколько анекдотов один из них так самая эрогенная зона мужчины это кошелек ну ладно поняли шутку и вот что получилось то что вы видите это откровение я дойдя до всего сам увидел вот это вот что оказывается то мы с этим самым я не могу себя равнять даже с мичелинами лет высенко они гения я как бы это какой-то поэтому сложно но по крайней мере вы понимаете я сейчас расшифровал хотя бы то что было известно с 19 века ну наверное все это и он ну удары на дарвина ссылка на дарвина нужна сибирская кровь у нас они не болеют вообще нам это не знакомо при любых морозах никаких грибов никаких пропуска урожая понимаете это феномен о котором я рассказываю 20 лет а там стон идет я же слушал этого человека который я не помню кто доктор кандидат доцент он выступал с той же самой трибуны для меня микрофон отключил мне микрофон отключили за то что я назвал вторую причину бесконечное калеченые деревья они ослабевают и тогда на них начинают портится листья и тогда грибы никто этого понять не может так сложилось вот а мне отключили а он после меня выступает а грибы все а грибов все больше вот а грибы все это сабо у них что зубы вырастает лишние у грибы я не понял вот и в сказав все это уйти с трибуны и все а я говорю две причины калечен деревья не будем все подмосковье что я видел я был сотнях садов я шел от сада к саду я не заходил внутрь меня не всех пригласили слух прошел сибирский авторитет приехал ну так пожаловаться до верхушек мог причем густой такой они зеленый в мху знаете сами уничтожили деревья искалечили вот так чтобы ходить не сгибаясь надо было отрезать 23 цвета то естественно что это все те руки ноги отрезать он сам не понимает но выйти меня памяти вот эти полмиллиона кто надеюсь скоро будет столько просмотра для этого я повторяюсь вторая причина близкородственная связь они должны опылять себя но даже близко и родственники умудряются опылять друг друга я рассказал почему чуть создая разные условия освещенность например вот одно выше другой другой ниже оси склон и уже на день-два получается условия чуть отличается и все сходится тысинка на одной песен на другом созревает в один и тот же день час все ура да не отменить то это так называемая бесхорошие связи не отменить это инцест это деградация вот пожалуйста следующий раз будете читать меня ж припечатали железо лысенковец это говорит о том что лысенко он как бы антигерой на него нельзя ссылаться на лысенко надо говорить наоборот если здесь лысенко написал ссылаясь на дарвина да сама сама самоопыление благодаря самопыление не выдержит длинной культуры они ухудшаются выражаются это значит неправильно раз усенко запомните всегда враги не правы даже когда не правы если в это он брак он не прав значит сейчас заставь допустим кого-то там когтемиряже которые очень люблю знаете почему вот заставь их вот это вот они скажут нет почему потому что это сказал лысенко то есть все что сказал идеологический враг не подлежит сомнению это все неправильно а я говорю железо да называйте мне каким угодно лысенко уже начинается время когда уже появились железовцы даже в сумасшедшем доме а это два ребята есть в сумасшедшем доме появляется железо что значит это высшее признание напомните вот это высшее признание это рядом с наполеоном вот рядом со стальным рядом с лениным еще и железо представляете это честь это не оскорбление для меня